Если коммунальные службы Абширонска начали активно убираться на улицах, значит едет ревизор. Горожане рассказывают, дороги и тротуары порой быстрее почистить самим. Мало тротуаров благоустроенных, нигде много сливов нет неорганизованных. Поэтому, конечно, желают лучшего. У нас дороги нету 20 лет уже. Грязь, снег. Плохо. Смотрите, как плохо чистят. Их очищают ужасно плохо. Чуть свернешь с центральной улицы, вообще не пройдешь ни по улицам, нигде. К приезду губернатора зачищать начали стихийную свалку в центре города. До этого сюда долгое время свозили строительный мусор. Хотя компания, возводившая рядом крупный гипермаркет, обещала убрать площадку еще в прошлом году. Это место должно функционировать для людей, для горожан должно функционировать. И что здесь будет, вы должны сегодня уже понимать и пихать в шею тех, кто сегодня обладает этим участком. А здесь земля использоваться будет для строительства многоквартирных домов. Так пусть строят. Вот у них сегодня трудности временные с производством. Они вот нам... Коллеги, ну это не значит, что такой участок в центре Абшронска должен стоять брошенным и превратился, еще превратился в свалку. Это же просто само по себе неправильно. Это если здесь есть хозяин, хозяин города, хозяин района, он никогда это не допустит. Заброшенным до сих пор остается и воздухоопорный спортивный комплекс. Открыться он должен был в прошлом году, но вместо этого остался недостроенным. А недавно, во время снегопада, обрушилась крыша здания. Теперь стоимость ремонта почти готового комплекса увеличилась примерно на 10 миллионов рублей. Он упал уже раз и навсегда. Коллеги, знаете, у нас просто дело в том, что чиновники не падают, а все остальное падает. 10 лет мы его строим и каждый раз пираем очки. Поручение, когда это было, давно чтобы запустили этот комп? По поручению в прошлом году. Ну а почему не сделали? Дмитрий Иванович, за счет средств инвесторов, нас подвели два инвестора. Так быть не может. Те люди, которые здесь живут, они надеялись, что в 2007 году, по крайней мере через два года, дети, которым было в тот период, ну лет может по 10, еще успеют сходить в этот воздухоопорник. А сегодня им уже 20 лет, как минимум. И никуда они не сходить не успели. Это называется жизнью. Не совсем хорошей. В данном случае в Абширонске. И глава, вы все вместе, то есть вы за эту жизнь отвечаете. Ну, коллеги, ну не можете отвечать, не получается. Я понимаю, что хорошо получается на кого-то переваливать. И объяснять, почему не получилось. Но от этого тем, кто хотел, но не пришел, которым сегодня по 20 лет, уже, знаете, как бы ни холодно, ни жарко. Люди устали слышать объяснение по поводу обваливающегося берега реки Пшиха. Вода постоянно подмывает почву. Несколько домов под угрозой обвала. Губернатор дал поручение решить вопрос, который уже в списке контрольного управления. Вниманием районных властей местные жители действительно не избалованы. На встрече с Вениамином Кондратьевым люди жалуются на качество дорог и отсутствие газа. На все то, чем должны заниматься местные руководители. В феврале месяце, я к вам уже обращалась, по улице Урицкого проходит то ли канава, то ли канализация, не знаю, как это назвать. Обещали нам все исправить. Но вы этот вопрос губернатору задаете? Я согласен с тем, что этот вопрос я должен задать Андрею Евгеньевичу. Вопрос в следующем. Ни губернатор, ни министр ЖКХ края не будет канаву делать в Афширов, Хадыжинск. Это же абсурд полный. Это у меня вопрос на самом деле, Андрей Евгеньевич. Ну как, если уже канаву невозможно сделать и люди перепрыгивают через нее? Ну что тогда возможно вообще сделать? Все, что сказала Любовь Константиновна, на самом деле все было сделано. Осталось только выполнить два пункта. Это депутаты на ближайшей сессии в феврале месяце рассмотрят вопрос о выделении полтора миллионов рублей из Дорожного фонда. Во втором квартале мы приступим ко всем работам. Коллеги, понимаете, вот не может быть так, что власть живет по своему расписанию, а люди по своему. Вы тогда просто чаще с людьми встречаетесь, поверьте, и будет результат. Хотя бы если вы объясните, что уже сделали и что осталось сделать, она бы здесь не вставала бы и вот сейчас как бы не выговаривала нам то, что на самом деле не должна выговаривать, а четко знать, что она будет иметь через месяц, через два, через три. Глава региона признается, со своего прошлого приезда в Абширонский район структурных изменений не заметил. Район сильно зависит от крупных предприятий, которые сейчас испытывают трудности. А вот условия для малого бизнеса создавались не так активно. Район поднялся с 17-го места на 12-е место в краевом рейтинге за прошлый год по темпу роста социально-экономических показателей. Скорее всего, по цифрам. Это хорошо, так оно и есть. А по жизни, по жизни вы вокруг себя эти рейтинги не ощущаете. Почему? Если экономика растет, то жители на себе эту экономику в карманах, в зарплатах не ощущают. Поэтому от того, что я буду говорить, как сегодня хорошо где-то, пока вы вокруг себя это хорошо не увидите, вы меня никогда не услышите. После встречи с общественностью губернатор отдельно пообщался с главой Абширонского района. Он попросил Вениамина Кондратьева поддержать его решение уйти в отставку. Глава региона согласился с желанием Андрея Кравченко покинуть свой пост. Александр Иванченко, Мария Крошина, Денис Перец, Денис Маскаленко, Кубань-24, Абширонский район.